32. Петрович начал сдавать. Вроде и сил еще достаточно, но какая-то внутренняя тоска. Расслабленно стали им овладевать и незаметно склонять к выходу. Прежние мотивации, так мощно действовавшие, стали терять свою силу. Петрович пробовал отвлечься, но этот процесс, казалось бы, создал в его сознании плато, которое, помимо его воли, проступало среди любого мыслительного процесса. Осталось последнее средство. Подавить в себе жажду жизни только в этом случае можно продолжать дальше. Но нет, подумал Петрович, должно быть еще что-то. Обращаться к этому рановато. Ему стало ясно, если бы не людское окружение, то было бы действительно легче. Хорошо, что он самые важные дни пробыл в Германии, где никто не мешал. А сейчас праздники со жрачкой. Пасха, 1 мая. Куда его потащили родственники и поколебала его волю. Запахи пищи так хорошо различимы. Чавканье за столом, стук ложек, звон посуды. И остающиеся после этого объедки незаметно, помимо его сознания, действуют через подсознание. Действие заключалось в одном. Сорвать голод. К тому же очищенный кишечник начало сосать. Сводить. Ведь он ожил. Петрович старался бороться с указанным вызыванием радостных настроек. Но это плохо получалось. Надо было что-то найти. Выдержать намеченный срок. Либо дождаться самопроизвольного окончания. Язык разовел. Но белого налета было достаточно. Гной из глотки уже не выделялся. Выделялась тягучая слюна с примесью гноя и крови. Петрович заметил, что лицо его начало гореть. Это поднялась температура. Он понял, что наступает очередной очистительно-оздоровительный кризис, затрагивающий глубинную патологию. Его предстояло выдержать, пережить. На его осуществление уходит сила организма. Тело до предела расслаблено. Суставы болтаются. Энергия экономится во всем. Одно радовало. Голова свежая. Должна была пройти какая-то работа в области грудной клетки, сердца и легких. Надо, ох, как надо было продержаться еще 2-4 дня. А там, глядишь, и естественный конец голоду. Петрович пошел в туалет помолчиться. Моча была белесая с обилием крупных воздушных пузырей. Это указывало на то, что в организме бушует вовсю жизненный принцип ветра, разрушая все патогенное, а заодно и ткань организма на создание энергии для лечебно-оздоровительных процессов. Одним словом, Петрович дошел до точки. Его перестало интересовать что-либо. В голове стало появляться полнейшее безразличие ко всему. Если он смотрел на свет, а потом закрывал глаза, возникали яркие белые вспышки. Радовал лишь одно. Лечь побыстрее в постель и во сне провести побольше времени. А в животе тем временем сосало, крутило. Неужели конец голода близок? Думал Петрович, хотя бы при клизмении грязь, слизь перестали выходить. Тогда можно было бы и выход делать. Ладно, дождемся следующего утра. Благо, что ночь впереди. С этими мыслями он пошел вниз к семейству, которая смотрела очередную ерунду по телеку и, естественно, жевала пасхи, пила чай и тому подобное. Спал Петрович хорошо. Утром сделал клизму. Вышло какое-то количество разлагающейся опухоли и застарелой желчи в ней. Что и вчера. Вообще, Петрович заметил, что утром он чувствует себя намного свежее, а под вечер силы таят. Появляется хандра. Как правило, упадок сил наблюдался перед тем, как выходит большое количество шлаков или опухоли. Организм много сил на это тратит, и внешне это выражается в упадке сил. Ну вот, малеха просветлела, обрадовался Петрович. Жить можно. И включился в обычный день. Тридцать три. В эту ночь Петровичу прислился знаменательный сон. Он возле какого-то озера на очень крутом берегу. Ходит он по нему очень осторожно. Можно сорваться с крутизны и упасть. Вода внизу далеко и темная. Петрович осторожно подлез к обрыву и смотрит вниз в воду. При сосредоточенном взгляде темная вода вдруг светлеет круглым пятном, и он видит не дно, а какой-то проход. Это его заинтересовало, и он еще раз посмотрел на воду. Обратно появилось светлое пятно. Больше оно не появлялось. Пока Петрович присматривался в воду, его кто-то пододвинул к краю обрыва, и он начал с него соскальзывать. Вот-вот упадет. Чтобы этого не произошло, он стал карабкаться вверх. Немного поднявшись, он вроде бы выбрался, но попал в какой-то бетонный проходик, который сильно стеснял его движения. Прижал его со всех сторон. Петрович едва в нем шевелился, но он понимал, что ему надо выбраться наверх, и стал извиваться в этом проходике и отчаянно давить ногами. Он не мог помогать себе руками. Они были прижаты к туловищу, поэтому пришлось действовать только туловищем и упираться ногами. Голова была свободной и как-то странно вывернулась вверх. Туловище заскользило следом за головой. Сделав последнее усилие, толчок ногами, Петрович вырвался из тесного бетонного проходика и выбрался наверх обрывистого берега. На этом он проснулся. Как понял последствия он этот сон, произошло его повторное рождение. Его рождение было тяжелым, роды остановились, и врачам пришлось с помощью простыней выдавливать его через родовые пути. Естественно, все это оставило свой след, и теперь во время сна на голоде эта информация самопроизвольно вспыла и была проработана. Утреннюю клизму Петрович решил сделать с большим количеством соли, около трех полных ложек. Последний выброс показал опухоль в чистом виде. Среди чистой воды плавало медузообразное образование. В животе несколько побаливало и чувствовалось, что там еще есть ее отростки. В целом самочувствие стало лучше, свежее. Все-таки происходило освобождение организма от патологии, и это облегчало работу организма. Теперь целительная работа шла в области правого легкого и бронха. Там обозначилось болезненное образование, и в нем что-то происходило. Гнойной слюны, как раньше, уже не было, но выделялась тягучая плотная белая слюна, которая сушила рот. Поэтому Петрович частенько его полоскал. Еще чувствовалось неприятное покалывание в области гортони, будто там застрял волосок. Петрович понял, что если бы не эта сильнейшая патология, то голод в целом проходил бы лучше. Самочувствие было бы намного энергичнее. Но все равно дело шло к концу, организм побеждал патологию и становился более энергичным. В нем начинала чувствоваться новая жизнь. Внутренние органы, до этого дремавшие, теперь начали давать о себе знать. Урчали, сокращались. Надо было дождаться одного полного выхода из толстого кишечника опухоли, как наставил Иисус Христос, чтобы после клизмы вода выходила из вас чистой. А пока шла разлагающаяся опухоль. В который раз Петрович подмечал феномен. Как только что-то патологически отмирает, так возникает приступ голода. После того, как отмирание окончено, патологический голод исчезает. Надо было сдержать в себе эти приступы и продолжать делать свое дело, занимая ум какими-либо делами, желательно умеренной физической работой. Сделав утренние асаны и увидев, что кожа, особенно на голених ног, стала очень сухой, Петрович принял контрастный душ. Это не только добавило влаги в организм, смочило кожные покровы, но и наделило бодростью. Далее наступил обычный рабочий день с его суетой. Петрович пришел на свое рабочее место, сел и начал разбирать документы. Вместе с ним работала молодая, незамужная женщина Светлана. Она также интересовалась вопросами самооздоровления, духовного совершенства и прогрессивно мыслила в этом направлении. Несколько лет назад у них установились тесные отношения и они предавались безграничному сексуальному удовольствию, ни в чем не зная запрета. Любые сексуальные фантазии, как сего, так и с ее стороны, удовлетворялись мгновенно. Поначалу зрелому мужчине, Петровичу, это очень нравилось. Молоденькая Светлана казалась ему подарком судьбы за годы воздержания. Петрович начал регулярную половую жизнь после 30 лет, когда женился. Стройное, молодое, упругое тело, полная вседозволенность и особая горячность так были желанны. Они почти ежедневно предавались безграничным любовным утехам. Он у Светланы был первым мужчиной, который, не торопясь, вводил ее в сексуальное искусство. При этом сам он освоил метод сдерживания семени и желание у него было постоянным. В дальнейшем Светланин потенциал раскрыл всю ее женскую мощь и она творила чудеса. Выплескивалась в близости, как вулкан. Он ей безумно нравился. Она и хотела, чтобы у нее был мужчина намного ее старше и опытнее. Ей нравилась его могучая фигура, упругость тела и неиссякаемая сексуальная мощь. Она не раз в порыве страсти просила, чтобы он ее залюбил. И Петрович делал все так, чтобы она в конце концов сдавалась и просил его прекратить остановиться. Другого мужчины она просто не желала. Так продолжалось уже несколько лет. В конце концов, это стало сначала несколько тяготить Петровича. Девушка молода, привлекательна. Ей замуж бы. Свою семью он разрушать не хотел. Светлана сердилась, ругалась. А потом, соскучившись друг по другу, у них вспыхивало еще более сексуальное пламя. Однако Петрович понял, что это своеобразная зависимость и стал постепенно отдаляться. Светлана познакомилась с парнем и собиралась выйти за него замуж. Однако желание к Петровичу у нее осталось. Она даже хотела, чтобы после замужества он сделал ей ребеночка. «Он будет очень хорошенький», — говорила она. «Это будет плод такой сильной любви». Петрович знал, что это будет грех — жить с одним человеком, а иметь ребенка от другого. И наотрез отказался. Сексуальное чувство перестало тяготить его. Казалось, он его уже проработал. Возможно, да, и останется только близость с женой, а возможно, оно еще вспыхнет вновь. «А если все это откроется», — говорил он ей, «как твой будущий муж на все это посмотрит, на тебя и ребенка?» Но она твердила, мол, он ничего не узнает. Петрович сказал ей, что надо жить с тем человеком, которого ты выбрала сама, и не морочить ему голову. И вот Петрович пошел на голод, уехал в Германию, а когда вернулся, шли уже 33-е сутки голода. Это как-то естественно оборвало их отношения. Она знала, что он на голоде, и с интересом посматривала на него, какие изменения с ним происходят. Разбирая бумаги, он сидел напротив Светы. Невольно он физически почувствовал ее желание, и между ними установилась энергетическая связь. Она шла от его половых органов и пупка к ней. Петрович продолжал сидеть и разбирать бумаги. Через некоторое время Света сказала, «Посмотри на мое лицо, она пылает». И голова справа разболелась. «Ты либо вампиришь от меня, либо какой-то полевой паразит от его поля во мне расшевелился». Ее лицо действительно горело и было красным. Петрович, зная Свету, подумал, что, возможно, это последнее. Уж слишком сильно она входила в экстаз и была словно не своя. Скорее всего, сущность, овладевшая ей, толкала ее на секс без тормозов и препятствий. Это мнение еще более укрепилось после того, как она рассказала сон своего парня, который говорил ей, что она окружена большой красивой змеей, которая не подпускала его к ней. Он отвернулся от нее и мысленно очертил себя кругом, сказав ей, «Я так посижу». Через некоторое время Света, сидевшая в метрах, вдруг от него сказала, «Теперь я чувствую твое поле, оно очень плотное и давит на меня». «Постав защиту в виде стенки», ответил ей Петрович. Он немного устал за день и сказал, что приляжет отдохнуть минут на 20-30 и лег на диван. Когда он проснулся, Света сказала, что она испытывала от него давление и прочее до тех пор, пока он не уснул. После этого все утихло. Да, на голоде может быть и вампиризм, поэтому лучше держаться подальше от голодающего человека. Если же голод длителен, как в данном случае, и энергетические способности многократно усиливаются, то они выталкивающе воздействуют на полевых паразитов, имеющихся у окружающих людей. По этой причине они испытывают внутри себя непонятное волнение. Как говорил Иисус Христос, голод дает силу изгонять бесов. Вспомните, от одного его приближения к бесноватым людям, бесы внутри них приходили в неимстовство. Рабочий день подошел к концу и они разошлись по домам. Дома Петрович выпил нарзан. Он ему очень нравился. Холодный и резкий от обилия газа. Он почти весь голод употреблял только минеральную газированную воду. Она его бодрила. Затем он принял теплую ванну. Так кончились 33-е сутки голода. 34-е. Как ранее говорилось, Петрович считал начало следующих суток голода с 18 часов. Они уже наступили. Все было нормально. Только в области грудной клетки периодически возникали боли. Петрович понимал, что это происходит разблокировка закапсулированных очагов болезни и работа организма на голоде с ними. От этой работы было неприятно в гортоне. Постоянно поднималась тягучая слюна, иногда с примесью гноя и крови. Поэтому приходилось регулярно полоскать рот водой. Изредка в воду Петрович добавлял несколько капель раствора люголя. Это раствор йода с глицерином. Тем и хорош голод, особенно длительный, что он позволяет организму рассасывать скрыточные инфекции, болезни и удалять их вон из организма. Если же применяется какое-либо лечение, то это лишь хоронит инфекцию болезни в организме. В результате подобного к старости организм превращается в кладбище подобных похоронок. И если он ослабевает, то инфекция выходит из них и быстро уничтожает организм. Именно так умирает большинство людей от болезней старости. Ночью Петрович спал плохо, снилась какая-то ерунда. Утром сделал очистительную клизму. Помимо соли он добавил в нее около грамма раствора люгоря. Вода вошла легко, боли никаких не было, так чуть расперло и все. Первый же выброс показал, что отторгалась болезнетворная ткань опухоли. Она плавала в виде плотных тканевых образований в совершенно чистой воде. Следующие выбросы показали, что шлаков отходит примерно то же количество, что и до этого дня. Только цвет их стал не такой темный. По обе стороны от пупка возникли неприятные режущие боли. Петрович прилег отдохнуть, положил руки на живот и расслабился. Примерно через 20 минут он почувствовал позыв и пошел в туалет. Из него вышла черного цвета опухоль. Она лежала в чистой воде в виде плотной медузы. Петрович взял кинокамеру и заснял ее на пленку. Вот так выходит порча, подумал он. В старину всякое поражение организма называли порчуем. И это более верно, чем сейчас говорят о болезнях. Суть одна. Порченный человек болеет от опухоли или от глистов, или по своей глупости, или от постороннего зла. У Петровича создалось такое впечатление, что весь живот пророс подобной грибницей. Когда он так успел себя запустить, задавал он себе вопрос. Да, были боли в животе, но потом все проходило. И тут его осенило. Всему виной вырезанный аппендицит. Ведь этот лимфоидный орган стоит у начала толстого кишечника и призван обезвредить то, что может опускаться вниз по тонкому кишечнику, и то, что может вредно образовываться в самом толстом кишечнике, особенно в его правом восходящем отделе. ликвидация этого органа иммунитета для толстого кишечника и всего живота означает общее ослабление именной защиты в этом месте. И теперь ничем не сдерживаемая инфекция, грибки, микробы, бактерии прорастают на слизистой толстого кишечника, оплетают его, стелятся по нему, образуют грибницы, прорастают в слизистую оболочку, возможно, и далее по всей брюшине. Вот еще одна медицинская глупость, подумал Петрович. А собственно говоря, кто в этом виноват? Виноват сам человек. Почему он не следил за своим питанием? Почему внутри своего организма создал свалку, из которой произошло воспаление аппендикса? Только здоровый образ жизни, правильное питание могут надежно помочь. Хирургические вмешательства убирают лишь последствия, например, воспаленный от токсической нагрузки аппендикс, зато причина интоксикация. Паразитарная инфекция остается, а операция лишь способствует тому, что облегчает поражение толстого кишечника, а вместе с ним и всего организма инфекции. Сдерживающего иммунного фактора аппендикса нет, а инфекция есть. После операции организм ослаблен. Именно это и надо, чтобы патогенное начало быстро размножилось, что и происходит на самом деле. Вот так рассуждал Петрович о порочности удаления аппендицита. Эта операция лишь отдаляет страдания человека и приводит в дальнейшем к более серьезным последствиям онкологии. Именно это и наблюдалось у него. Слава Богу, что я вовремя предпринял этот голод, подумал Петрович. Более того, поражение через толстый кишечник идет очень медленно и человек свое нездоровье, разрушение отождествляет с чем угодно, но только не с этим. Поднимающаяся вверх по тонкому кишечнику паразитарная инфекция портит пищеварение, инфицирует желчь и печень, печень угасает. Чистки в данном случае помогают мало, давая лишь временный эффект. От ослабления функции печени страдаются виды обмена веществ. Начинается рассасывание эмали на зубах. Инфекция лунках зубов помогает этому, слабеет зрение, стреет кожу и покрывается какими-то растяжками. Петрович удивился лишь одному, почему при таком сильном поражении организма опухолевым процессом у него была высокая потенция. Возможно из-за того, что он применял методику сохраняющую семя. После выхода черной медузы самочувствие еще несколько улучшилось, пропала расслабленность в ногах, чуть больше стало тонуса в организме, но того прилива сил, необыкновенной энергии, которую он однажды испытал, проводя несколько лет назад десятидневный голод, не было. Примерно на девятые сутки он ощутил мощный энергетический поток, протекающий через него. Каждая клеточка в его организме забурлила от этой энергии, от тела будто подлетела в воздух. Это было какое-то волшебство, организм переполнил особой радостью, энергией. Теперь же, борясь со смертельной болезнью, отторгая ее, организм медленно, но верно набирался сил. Видя все выходящее из него приклизмение, Петрович поставил одну задачу добиться того, чтобы из толстого кишечника полностью вышла опухоль. Критерием этой чистоты будет служить выходящая вода. 35. Петрович ждал наступления этих суток, как своего рода последний промежуточный этап. Пройдя их, он практически побегал к финишу. Когда они окончились, Петрович понял, что выдержит этот сорокасуточный голод, и у него пропал интерес к нему. Он больше перестал дожидаться наступления новых суток, и они побежали. Днем он трудился, а после полудня стал ездить на рыбалку с женой. Он по-прежнему продолжал выполнять свою очистительную программу. Стал дважды в день клизмиться. Практические выделения были на одном уровне. Шли вначале небольшие лоскуты отторгнутой, полуразложившейся ткани, а затем слизь мини или более плотной бурого цвета. Удивляло сколько ее в организме и в то же время радовало то, что с каждой клизмой ее становится меньше. Должен ей когда-то наступит конец, спрашивался Петрович, но пока до этого, судя по выходящему от клизм, было далеко. Что касается языка, то и он остался в одной паре. Если хорошо прополоскать во рту, то он был розовый и слегка покрыт белым налетом. А так он был покрыт какой-то белой пеной. Вообще во рту стало лучше, меньше сушило, почти не было гноя. Исходя из наблюдений Петрович хотел избавиться от слизи. Некоторые боли выше пупка указывали, что и там началась серьезная оздоровительная работа по отдиранию патологии. Клизмы входили быстро и легко, хотя небольшая боль чувствовалась. Гораздо лучше стало с мочеиспусканием. Видимо, значительная часть слизистой толстого кишечника восстановилась и всасывала в воду, чего раньше не наблюдалось. 36. Ночью Петрович проснулся того, что во рту стало неприятно. Встал, пошел в туалет и сплюнул в раковину. Это был черный гной. Видно, вскрылась одна из похоронок в легких или в небе и вышла эта гадость. Прополоскав рот, он лег спать дальше. Вообще, сон был нормален. Сновидений не снилось. Днем он встретился с Татьяной. Она легко порхала и улыбаясь, улыбкая здорового очищенного человека, бодро сказала, «Привет, тихим голосом промямлил он в ответ и добавил, сколько ты доголодала?» «Двадцать суток», ответила Таня и добавила, «такого я еще не делала никогда. Грязище столько вышло, ты не поверишь. Сейчас запахи ловлю аж за горизонтом. А тело, тело стало такое, так бы и любила бы себя только за одну кожу. На ты-то как, какие сутки голодуешь?» «Тридцать шестые без всякого интереса бросил Петрович. Что из тебя вышло? Грязь ты выходили?» допытывалась Татьяна. «Нет, листов не было. А вот что-то черное через мочевоспускательный канал вышло», ответил Петрович. «Ты знаешь, я бы этому не поверила, что ты говоришь», ответила Таня, «если бы у меня в оздоровительном клубе не произошел удивительный случай». И она рассказала о том, как один из ее учеников избавился от целого семейства солитеров, общая длина которых превышала 100 метров. Петрович слушал Татьянин рассказ, раскрыв рот. Приходит к нам пожилой мужчина и говорит, «Как схожу в туалет, так в кале вижу какие-то частицы, напоминающие кусочки червей, а так самочувствие нормальное». Я ему говорю, «Давай проведем курс противопарезонтарного лечения». Он согласился. Сделали подготовочку, а потом, как дадим ему ударную дозу касторово-коньячной смеси и на горшок, как только начало действовать слабительное осмотр, видим, одна лента из него вылазит, за ней вторая, третья, четвертая. Всего вышло десять штук общей длиной более ста метров, ведь каждый был по десять-двенадцать метров. «Так как же они у него там могли поместиться?» выдавил себя Петрович. «Свернувшись клубками в несколько раз», ответила она. «Он сам был изумлен этого не меньше нашего». «А на здоровые его как они повлияли?» спросил Петрович. «Где же он их подцепить смог?» «Не успели, они только выросли». «И представляешь, все это вышло за одну процедуру. Видно, здорово они захмелели от коньяка, а заразился он от щучьей икры. Оказывается, большой ее любитель. Ел особо не просаливая». Продолжала Татьяна. «Не ешь первый урожай ягод, фруктов, зелень, особенно клубники. Наши станишники дермецом ее удобряют, аскорить на них не отмыть вовек». «Конечно, 15-20 сантиметров аскориды значительно уступают по длине цепням», продолжала Таня. «Однако являются весьма зловредными, особенно в больших количествах». «Мигрируют эти паразиты в организмы людей в поисках тепленького местечка и лакомого кусочка, перебираются из пищевода в гортонь и в дыхательные пути. Со стороны это выглядит просто жутко, из носа и рта малыша извиваясь влазить черви». Петрович Сапарская вспомнила рассказы родителей о том, как из него самого правда из задницы вышла аскорида. «А иногда червячки умырялись заползать из кишечника даже во влагалище», продолжала Таня. «Одна женщина это сама видела, сделала тампоны из упаренной урины на ночь, а утром вынула и обомлела. Толстенький, жирненький, свернувшийся калачиком, беленький червячок, похожий на опарша, сидел на тампоне. Вот тебе и серьезная причина инфекционных заболеваний половых органов. И это не считая гастритов и всевозможных внутренних воспалений пищеварительной системы. Но я голодаю уже 36 сутки и ничего кроме слизи из меня не выходило. Перебил ее Петрович, стараясь заверить не столько ей, сколько сам себе. Еще мы вылечили паралич и успешно применяем бузину. Хочешь дам рецепт проверенный? Предложила Татьяна. Нет, не сейчас. После голода возьму, ответил ей Петрович. Остаток дня прошел нормально. Ложаясь спать, Петрович подумал, лучше бы гристы были, их вывести легче, чем грибницу. Ну да ладно, и к ней подберем средства. С такими мыслями он спокойно заснул, предвкушая скорое окончание голода и радость некой победы над неким внутренним врагом. 37. Во рту в начале тех суток появилась небольшая и неприятная горечь в районе неба. Далее все прошло. Заснул Петрович вроде бы хорошо. Среди ночи проснулся, во рту что-то скопилось неприятно. Встал, сплюнул в раковину. Это оказалось слюны. Прополоскало рот и лег спать. Под утро ему приснился сон. Он летал, ухватившись руками за канат, который тягал небольшой вертолет. Летал он над лесом в хорошую солнечную погоду. Под ним были верхушки зеленых деревьев. Ёлки, сосны, лиственные. Деревья росли так плотно, что верхушки образовали зеленый ковер. Даже что-то вроде пальм было. Пролетая над одним участком, он увидел высунутую вверх рыжую руку, как обезьяны орангутана и захотел ее схватить. Но вертолет с первого раза промазал, а во второй раз она скрылась. Он топнул ногой по тому месту и полетел дальше. Далее они начали приземляться. Петровичу пришлось сильнейшим образом потянуть себя на руках по канату, чтобы не оторваться. Они сели среди деревьев, похожих на березы, только без листочков. Он все боялся, что его потащат через эти деревья, но остановились вовремя. Небо было ясным, день солнечным и очень приятным. Все вокруг радовало глаз, наводило радость. На этом он и проснулся. Петрович посмотрел по толкователям снов, у него их было два, и вот что он обнаружил. Летать достижение, лес увидит во сне лес к перемене в делах. Зеленые леса сулят удачливость. Любое кронами вы получаете знамение грядущего успеха и славы. Деревья видеть к прибыли, береза к радости, елка подарок, листья зеленые, богатство удачи, лето хорошие вести. Руки видеть волосатый успех в делах и деньгах. Видеть во сне орангутана означает, что некто использует ваше влияние, стремясь к осуществлению собственных эгоистических целей. Канат взбираться, своими врагами. Свет и яркость цветов во сне достижение успеха. Он и сам чувствовал, что благодаря его волевым усилиям произошли изменения в пространственных уровнях, ответственных за его судьбу. Фортуна снова поворачивается к нему лицом. Что касается орангутана, то он его не видел, но по руке обезьяни, покрытой длинными рыжими волосами, понял, что это он. Надо в будущем держать ухо в остров, подумал про себя Петрович. Он был генератором новых идей, денежных проектов, и вокруг него постоянно вертелись разного рода прихлебалы, которые умедляли заработать на нем хорошие деньги. В конце концов, после очередного обмана, он всех их послал куда подальше и открыл собственное дело. Утренняя клизма показала, что опухоль выходит почти в том же количестве, только под конец стали появляться более свежие образования. Они, в отличие от старых темных так кончится 40 дней, а я ее не выгоню, надо что-то предпринимать посильнее, решил про себя Петрович, и он вспомнил об упаренной урины. Уж кто-кто, а она слизь эту гонит вовсю. Это он знал из своего прошлого опыта. От прошлых голоданий у него скопилось около 10 литров урины, и он решил ее упарить и дополнительно вводить в оставшиеся дни. Утром он съездил на базар и купил 2 литра кислого молока и меда. Выход он решил начать на этих продуктах, чтобы сразу же формировалась в желудочно-кишечном тракте правильная микрофлора. Когда ехал назад, почувствовал пролив голодного состояния в желудке и чуть ниже. Это сделало его раздражительно, полезли всякие мысли, разного рода недовольства. Петрович понимал, что это не истинный голод, его надо преодолеть. Так и произошло. Приехав домой, он достал электроплитку, 4 полутора литровых бутылки урины и начал в гараже ее упаривать. Упаренную урину примерно с 5 литров до 1,7 литра он ввел в очень горячем виде. Едва сдержался, чтобы она не полилась обратно. Как только сел на унитаз, она мощным фонтаном вышла. Естественно, часть ее осталась, но последующие выбросы были не очень впечатляющими, хотя боли в животе исчезли. Остаток этого дня у Петровича было очень тоскливое настроение. Вроде бы и есть не хотелось, но сидение с семьей, смотрение телека и их чаепитие как-то подавляюще угнетающе действовало на него. Возможно, это происходило отторжение патологии, которая действовала так через подсознание. Но Петрович твердо усвоил одно. Длительный голод надо проводить в уединении без всяких посторонних обеденных запахов, звуков и видов. Тогда все будет нормально и можно голодать спокойно, борясь с патологией. Вечером принял прогревающую ванну и пошел спать. 38-ое. Сон Петровича был не совсем хорош. Постоянно что-то внутри его торопило время. Какая-то нетерпеливость раздражала. Надо было подчинить и проработать эту черту. Наконец он спокойно заснул. Видимо под утро еще было темно. Он проснулся, пополоскал во рту и опять лег спать. Под утро ему проснился сон. Он и вся его семья на какой-то снежной равнине. Снег белый-белый. Семья с чем-то они возятся. А потом он увидел вдали на фоне чистого голубого неба фонтан, бьющий из-под земли. Хотя подумал, что это смерть. Фонтан был огромен до самого неба. Бил белой струей. Рассыпался вверху как гриб и двигался в их направлении. Они собирались спрятаться. Вдруг из фонтана выскочил в их направлении великан, огромный человек и исчез. Фонтан превратился в вихрь, который постепенно распался рядом. Петрович проснулся и посмотрел в сонике. Что это означало? Снег. Если вам снится сверкающий на солнце снег, значит нелаская к вам фортуна подчинится вам и вы будете располагать властью. Вообще белизна снега к благополучию и богатству. Фонтан. Видеть во сне фонтан с чистыми сверкающими под солнцем струями означает достаток, упоительную радость, приятные поездки. Вообще видеть фонтан к большой радости, приятной неожиданности. Великан. Если во сне рядом с вами неожиданно появится великан, то наяву будьте готовы к столкновению со своими недругами. Если он убежит, это хороший знак. Далее последовала очистительная клизма. Последний выброс содержал большую массу отошедшей темно-бурой опухоли. Она плавала в совершенно чистой воде в виде темной медузы. Самочувствие Петровича резко улучшилось, добавилось энергии, оптимизма. Внутри его предчувствовался праздник. Завтра 9 мая день победы и наступали сороковые сутки голода. Он выдержит это суровое испытание и это особенно возбуждало и радовало его. Сделать дело до конца не дрогнуть ни перед чем и несмотря ни на что. В глубинах существа Петровича тихо начиналось петь песнь победы. Песнь ликования и торжества духа над сварой чувств и привычек. С каждым часом она становилась все громче и громче заполняя все его существо каждую клеточку организма. Откуда-то из глубины звучал голос победа 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 ты выдержал не сломался. Кроме этого постоянно прокручивались наставления и фразы настроя. Если бы вы знали что такое царство небесное и награды его то сидя в яме с червями и поедаемые ими, вы бы терпели это всю жизнь. И слова Иисуса Христа о том, что поститесь до тех пор, пока вода при крыльзмене из вас не будет выходить чистой. И Петрович терпел и ждал. Да, надо освоить в жизни три важные вещи. Знать, что ты хочешь, претворять задуманное в жизнь и уметь терпеть и ждать осуществления результата. Многие знают, что они хотят, но не могут претворить это в жизнь из-за того, что не выдерживают испытания времени, не умеют терпеть дискомфорт и ждать результата. Только этот триединый сплав гарантирует успех в любом деле. И Петрович закалял свое сознание в этом горниле духовного совершенства, знал, что хочет, претворял это в жизнь, терпел и ждал результат. И вот они первые плоды. А далее измененные структуры его судьбы выведут на новые благостные рубежи, о которых он еще и не подозревал. Все это было впереди, но Петрович уже чувствовал и эти изменения, происшедшие с ним там. Самыми трудными оказались вечера. Примерно с 16 часов наступала какая-то невыносимая тоска, как-то неясно сосала в животе, хотелось одного, поскорее выйти из голода. В дополнение ко всему начались противные ощущения правом легком, как будто оно проткнуто несколькими спицами. Эти спицы сухие и причиняют массу неприятностей. 39 Наконец настали 39 сутки. Петрович принял прогревающую ванну и пошел спать. Настроение было неважным, волевой настро ослабел, и Петрович думал поскорее бы заснуть, чтобы вся эта муторность закончилась. Спал он плохо, два раза вставал. В горле скапливалась сухость от разной дряни и приходилось полоскать рот. После этого он засыпал не сразу. Молил Бога и ангелов его об одном. Господи, сниж пошли мне исцеление, избавив меня от порчи. Господи, сниж пошли мне мощный очистительный кризис, чтобы вся нечисть и порча вышла. Так он молил Господа об очищении и исцелении от порчи. Он желал одного, чтобы пришло из него. Далее терпеть голод у него не было сил. Всему приходит конец. Так и у Петровича он подошел к концу. И он хотел, чтобы вместе с мощным очистительным кризисом, выбрасывающим всю патологию вон из организма, наступило исцеление и конец голода. Ночью Петровичу приснился сон. Он в каком-то магазине. Все в ярких красках и хорошо освещено. Будто он какой-то посредник и просит, чтобы ему продали или дали на реализацию конфеты. Продавцы охотно соглашаются. Далее идет разговор. Брать ли конфетами на реализацию или деньгами. Там же он видит умершего недавно человека, который весьма помог ему в приобретении оздоровительной литературы. Петрович поздоровался с ним за руку. Тот ответил, всегда рад тебя видеть. Обстановка, где происходил сон, была как в коридоре, который был, весь заполнил длинными вешалками, на которых висели женские платья и другая новая праздничная одежда, радовавшая глаз своими яркими цветами. Петрович открыл свои сонники и стал искать значение увиденного во сне. Конфеты получать сулит процветание. Поконник, если это известный и близкий вам человек, то это вестник судьбы. Одежда, видеть во сне одежду, сон предсказания. Успех ваших дел зависит от того, какова была одежда во сне, чистая, целая или испачканная и рвана. Встав с постели, Петрович пошел делать клизму. Все как обычно, два литра подогретой воды с двумя полными сверхом столовыми ложками поваренной соли. Все это наливалось через магнитотрон в грелку. Вода вошла быстро и свободно. Часть вышла сразу, а потом началась. Начались сильные, режущие и выкручивающие живот боли. По телу пробежал волной озноб. Тело обессиловало. Начался так, желаемый Петровичем, очистительный кризис. Из него выходила и выходила дрянь в виде темно-коричневой слизи. Все это сопровождалось с болями. Вышло очень много. А под конец, если раньше выходила самая густая слизь, то теперь вышла более жиденькая слизь. Петрович прилег на кровать, чтобы отдохнуть и незаметно для себя заснул. Когда проснулся, было 9 утра. Болей в животе не ощущалось, но в теле была общая расслабленность. Остались какие-то часы до наступления 40-х суток голода. Это как раз было 9 мая в день победы. Как только они наступят, Петрович решил выходить из голода. Итак, за время этого голода он потерял около 23-24 килограмм веса. Сейчас он весил 75 килограмм и понял, что за все это время он тяжело болел. Теперь ему предстояло выйти из этой болезни. Петрович твердо верил в успех и ждал прекрасных результатов от проделанной голодом работы над его организмом. 40. Вот она победа духа над толпой дурных черт характера, чувственных потребностей. Все это подчинено, поставлено на место. Да, 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 ты это сделал, твердил себе обессиленный, но радостный Петрович. Утром он сделал еще одну очистительную клизму, вышел огромный шмот опухоли. Около 12 часов дня он начал выходить из голода. Большое дело было сделано и в ближайшее будущее должно было показать его результаты. Закончилась первая часть записки голодающего. следующая будет часть вторая. На пороге тонких миров. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал, поставьте лайку, дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.